Мы просто другие, мы живём на другой глубине. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине. Там себя уже не изменить, и такими как бы не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять. Владислав Кокубава подопечный Гальского реабилитационного центра. Он незрячий, но это нисколько не мешает 10-летнему мальчику выступать на сцене. Он занимается вокалом, рукоделием и как все дети изучают школьные науки. В центре он звезда. Благодаря таланту, непосредственности и открытости. На концерте Владислав исполнил несколько песен. Публика не хотела отпускать его со сцены. Директор центра, где Владислав Кокубава проходит периодическую реабилитацию, Майя Квиквискири уверена, что общение особенных детей со своими обычными сверстниками – лучшая терапия. И подобные концерты не заменят никакие самые современные психологические тренинги. Именно тут дети приобретают уверенность в себе, взрослеют и социализируются. Во-первых, моральная поддержка. У нас часто проходят такие мероприятия, где дети и здоровые, и с ограниченными возможностями вместе принимают участие. И это, знаете, как им помогает очень стать самоуверенными. Елена Вавилова, мама Николая, мальчика с задержкой развития речи, говорит то же самое. Женщина уверена, что подобные мероприятия нужны и родителям, которые получают поддержку таких же мам и пап. Детей с особенными потребностями. И, конечно, такие концерты избавляют детей от комплексов. Он приходит с настроением, он заряжается энергией, и он совершенно другой. Он приходит, он начинает рассказывать. На своем, конечно, но, по крайней мере, все понимают. Без поддержки государства и меценатов справиться с воспитанием и социализацией ребенка-инвалида невозможно. Врачи занимаются лишь физическим здоровьем ребенка. Родителям сложно сосредоточиться на потребностях одного члена семьи. Таким детям нужны реабилитологи, дефектологи, психологи. Фонды, объединяя усилия всех специалистов и организуя подобные праздники, тоже делают большую работу. Вселяя желание жить и радоваться и детям, и взрослым. Благодарю всех, кто помог нам организовать этот праздник. Очередной раз дать почувствовать нашим детям и их родителям, что их любят, о них заботятся. И я надеюсь, что мы научимся со временем поощрять наших детей, создавать для них комфортную среду, чтобы они могли реализовывать свои способности, свои возможности и стать достойными и достойными гражданами нашей страны. А я в этом уверена. Фонд Апсны сумел собрать все реабилитационные центры Абхазии, чтобы отметить самый важный детский праздник – День защиты детей. Руководитель фонда понимает важность подобных мероприятий. Вместе международный фонд Апсны, все реабилитационные центры, которые есть в Республике Абхазия, международная организация World Vision. И мы сегодня хотели подарить детям праздник, поддержать их настроение, также еще раз обратить внимание наше общество, на нашим детям, потому что им постоянно нужна поддержка, не только детям, даже их родителям. Это огромная работа, то, что ведется последние 7-8 лет по всему району Абхазии через реабилитационных наших центров. Кто-то пел, кто-то танцевал и играл на музыкальных инструментах. А рядом со сценой расположились столы, где преподаватели выставили рукодельные работы своих подопечных умельцев. Желающие приобретали их как сувениры, тем самым поддерживая особенных ребят.